здравствуйте друзья интересный вопрос сегодня был у меня в почте по поводу заполнения заявки на green card лотерею или как официально называется регистрация для участия так на американской стороне так называется человек говорит я пять лет играл от российской федерации я собственно там родился но живу в беларуси поэтому как-то вот пять раз играл не не выигрывал и думаю я говорит он а чего бы мне не сыграть от беларуси при том что как он говорит но видимо там где-то он посмотрел статистику шансы от беларуси как бы повыше ну хорошо и тут есть одна маленькая фишечка фишечка состоит в том что при том что надо играть от правильной страны и за это наказывают как бы до дисквалифицируют но на практике получается такая история квота раздается по регионам вот есть европейский регион и там много много разных стран новые есть вот эта квота и получается такая история если вы не умышленно не специально ну ну то есть допустим если вы родились в бельгии живете в бельгии и вдруг стали играть от польши то понятно что вы что-то тут мудрите и как бы с вами разговор закончен но вот если вот такая ситуация но не понял человек вот как-то он так вот как бы добросовестно заблуждался по этому поводу но он выиграл и он добросовестно заблуждаясь по поводу страны участия выиграл в пределах своего региона то есть вот как в данном случае допустим он выиграл от беларуси хотя должен был бы играть от россии но они в одном регионе так вот на это закрывали глаза то есть говорит но они в рамках одной квоты уже там но напутал но не страшно напутал то есть практика была такая что на это не обращали внимание и я бы хочу сказать что все-таки существенно что ошибка добросовестная да вот вот это важно они говорят ну не наказывают не наказывать же человека за это поскольку в принципе это как бы не очень влияет там на его эту квоту и тогда она конечно влияет немножко в каком случае когда страна полностью выбирает то что там есть поэтому когда миллионы миллионы участвуют а количество максимальное количество виз которые страна может получить это 7 процентов от 50 тысяч то есть три с половиной тогда конечно это влияет но тем не менее вот они как-то на это не очень смотрели и все страны бывшего ссср шли по европейскому региону уже неважно это был узбекистан там или это туркмения страны бывшего ссср шли по квоте европейского региона и вот что если я так вот как бы типа там ошибся добросовестно вот там трассы закосил и что будет все-таки мне кажется шансы выше с одной стороны да как бы в рамках то есть того что было раньше вот в этом в этой тенденции можно сказать ну действительно вроде да там по мелочи не понял человек ошибся в конце концов но так не сильно ошибся то есть если логика рассмотрение да вот этих нынки во время интервью не изменится то вроде бы ничего с другой стороны я не могу сказать что каждый день но уж каждую неделю и уж не один раз так точно идут сообщения о том как администрация не имея возможности изменить законы как она в рамках ну тех законов которые есть меняет интерпретацию этих законов там иногда суды подключаются и администрацию ставят на место говорят нифига и так далее вот сейчас например последний случай когда должны были депортировать там 300 тысяч человек из нескольких стран где когда-то там были ураганы землетрясения гражданские войны там и так далее и жители этих стран находившиеся в сша были защищены от депортации нелегально находились но были защищены от депортации получили право на работу и вот их 300 тысяч там вот последних и федеральные судья калифорнийский говорит нифига вот там по судам сейчас идет оспаривание вот пока суды там не не примут решение пока значит мы приостанавливаем депортацию идет какая-то такая борьба и вот чуть ли не каждый день вот что-то такое идет тут арестовывают там задерживают здесь высылают значит детей там в сетках металлических там с родителями держат раньше значит там отнимали и вообще сейчас до сих пор не могут там полторы тысячи детей не могут найти где родители где дети то есть там намудрили будь здоров и вот и это все значит муссируется обсуждается и вот это все происходит то есть тенденция к максимальному ужесточению всего что можно ужесточить вот все что можно даже просто ужесточить будет в жесточину максимально у нас сейчас нет такого промежуточного у нас все по максимуму ужесточает это тот тот мир в котором мы сейчас живем поэтому вот из этих конкретных соображений я хочу сказать что то я бы не стал играть от Беларуси, потому что то, что было раньше, уже не так сильно имеет значение. Потому что если раньше тенденция была смотреть сквозь пальцы, то сейчас тенденция смотреть через лупу. Понимаете, вот уже вот то, что уж совсем там микроскопическое, уже сейчас из любой мухи сделают такого слона, понимаете, что его ни один зоопарк не прокормят. Поэтому вот мое соображение такое. И дело не в том, что там конкретные случаи, там Белоруссия, там Россия и так далее, а дело в том, что каждый раз, когда вы на это все смотрите, имейте в виду, что это системообразующий такой краеугольный принцип всего, что сегодня происходит. Вот люди там часто задают вопросы, я думаю, человек не понимает, он думает, что он живет там 150 лет назад, когда можно было просто приехать и все. Понимаете? Нет. И с рабочими визами ужесточения. Казалось бы, мы говорим, там иммиграция должна быть там по замечательным качествам человека, там профессиональным там и так далее. И некоторые бы говорят, вот хорошо, что вот зажимают этих тех, хорошо отменить эту лотерею нафиг, и выдавать визы там профессионалам и так далее. Пока что тенденция такая, чтобы и профессионалам ничего не выдавать. То есть на словах, может быть, это хороший такой политический лосунг, зачем нам люди непонятно какие, когда мы можем взять полезных. Никто не собирается брать полезных тоже. Это в практическом плане совершенно не та задача, которую они решают. Так что не надо обнадеживаться на этот счет. Поэтому, в общем, такая вот история. Не заходя там в тонкости, так сказать, политической жизни страны, тенденция очень четкая, однозначная, экстремально и максимально прочерченная, такая, знаете, уже там мимо не пройти. Это не тонкий намек. Это уже такой, знаете, как там у Маяковского. Он в вашу жизнь войдет весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Весомо, грубо, зримо. Все это присутствует, и закрывать глазки на это не надо. Вот, наверное, и все. Счастливо! Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова